Снести нельзя оставить. Судьбоносную запятую для этого недостроенного кафе в сквере Дружбы народов суд уже поставил. По его решению здание должно быть демонтировано. Поддерживают это и краевые власти, и городские. Вопрос о ликвидации недостроя в Рио губернатора и мэр Краснодара обсуждают во время рабочего объезда по городским паркам. После большой реконструкции сквер выглядит по-европейски, замечает Вениамин Кондратьев. Новые аллеи, современные фонтаны, спортивные детские площадки и полюбившаяся горожанам обновленная скульптура мальчика на слоне. Однако весь вид портит огороженное забором строение. Изначально на его месте планировалось небольшое открытое летнее кафе. Но застройщик без всяких разрешительных на то документов возвел капитальное здание в два этажа. Парки, которые сегодня в Краснодаре, они должны оставаться парками в тех же границах, которыми были и 30 и 50 лет назад. Потому что когда в парке вгрызаются всякие строения коммерческого толка, они должны или гармонично сюда входить, или не входить вообще. Женщина, вы местный житель? Как вы относитесь к этому строению? Плохо. Плохо. Не, ну кафешку маленькую надо сделать. Правильно. Маленькую. Для детей, куда зашел, кафе попил, кофе попил туда-сюда. Но вот эти вот строения, это ни к чему, конечно. Не допустить застройки Вениамин Кондратьев потребовал и в Вишняковском сквере. Сегодня здесь огорожен забором почти гектар зеленой зоны. По словам Владимира Ивланова, арендатор этого участка действительно планировал строительство. Но суд расторг все договорные обязательства и сейчас идет процесс передачи этой территории в муниципальную собственность. После того, как будут улажены все формальности, руководитель региона потребовал убрать ограждение и как можно скорее начать реконструкцию всего сквера. По проекту здесь будут новые газоны, клумбы и пешеходные дорожки. Это тоже центр города. Здесь может быть великолепный. Парк не хуже, как реально в ручном режиме сделали парк со слоном. Не хуже. Если здесь необходимо, на самом деле это изъять, значит надо изымать муниципальную собственность и даже не задумываться. Вишняковский сквер должен быть сквером, а не каким-нибудь коммерческим общепитом, в плохом смысле слова, или гостиницей, а парк, который или сквер, будет его приусадебным участком. Таким же участком и не должна стать Чистяковская роща, уверены у губернатора. Практически на ее границах уже вырос многоэтажный дом. Многие жители сегодня взволнованы. Будет ли территория застраиваться дальше и какова судьба Книжного рынка и всего парка в целом? Мэр Краснодара заверяет, торговые ряды останутся на прежнем месте. Сейчас рассматривает возможности реконструкции рынка. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, настаивает. При любом решении зеленый массив нужно максимально сохранить. Сегодня все жители отчасти вот этого микрорайона, прилегающего микрорайона, в переживаниях, что же будет с местом их традиционного любимого гуляния или прогулок, то, конечно, они вправе сегодня ждать все, что угодно, потому что не видят, что сносятся деревья, вырубаются деревья. И взамен поднимаются многоквартирные высотные дома. Могу я быть уверенным, что вот этот дом последний на территории данного зеленого массива? Естественно, конечно. Пройдя по аллеям, уже в самой Чистяковской роще руководитель региона пообщался с горожанами. Многие признались, для них парк – одно из любимых мест для отдыха. И очень жалко, когда ради строительства жертвуют десятками деревьев. В этом Вениамин Кондратьев солидарен с жителями. В большинстве парки Краснодара сегодня образец для подражания, считает он. Но главное сейчас сохранить их в тех же границах, как они были исторически заложены. В целом, конечно, хорошее состояние. Даже больше, чем хорошее. И парков, что с нами проехали, и скверы. Но меня больше тревожит то, чтобы вот эти скверы и эти парки оставались таковыми. Рестораны, высотные дома должны быть элементом городских кварталов. Но не элементом парков. Их не так у нас много, этих парков. Давайте их всех сохраним. Сохраним для потомков. Для того, чтобы детки, которые здесь ходят, выросли здоровыми, счастливыми и на самом деле успешными. Потому что окружающая среда, она и формирует сознание.